На канал The Get поступил такой вопрос, может ли грех являться попущением Божиим или это всегда слабость человека? Когда мы грешим, то, конечно, надо всегда брать ответственность только на себя. Когда мы, согрешив, хотим покаяться, чтобы настроиться на покаяние, на покаянный лад, нам нужно всегда думать, что никто не виноват в том, что мы грешили. Ни обстоятельства жизни, ни другой человек, ни какой-то особый промысл Божий о мне, чтобы я согрешил так или иначе. Речь идет, конечно, прежде всего о нашей слабости, о нашей слабости. Мы согрешили, это наш грех, мы должны в нем покаяться. Конечно, всегда есть попущение Божие, то, что промысл Божий. Промысл Божий – это действие воли Божией в нашей жизни. Воля Божия всегда присутствует в нашей жизни. Она все-премудрая, она все-благая, она каждого человека ведет ко благу. Ну, конечно, Господь не хочет, чтобы мы грешили, но Он нам дал свободную волю. Помимо воли Божьей есть еще наша воля. И у нас всегда есть выбор, грешить или не грешить. Как поступить в этой ситуации? Когда нас тянет на грех, а мы не грешим. Или, наоборот, мы отдаемся этой тяге. Это вопрос выбора. Но Господь иногда все же, даже когда мы падаем в грехи своим промыслом, своей всеблагой и всей премудрой волею, помогает нам извлечь из этого урок. И, собственно говоря, эти уроки постепенно складываются в душе человека. И когда случается очередной позыв к греху, то вспоминается последствия греха. Что было после греха? После греха было плохо, после греха было пусто, после греха болела душа, после греха было скверно на душе, после греха была растерянность, путаница в жизни. Мы не знали, как поступить, мы чувствовали себя одинокими. И каждый раз возникает сразу вопрос, вообще надо мне это? Надо ли повторять все это? И вот Господь своей волей, своим промыслом все же допускает наш выбор, даже не самый лучший выбор. Но, тем не менее, из этого выбора делает нам тот или иной урок. Но это касается Бога. А что касается нас, то здесь нужно относиться ко всему очень ответственно и брать ответственность только на себя. То есть, если мы грешили, мы грешили не потому, что Господь впустил, а потому, что мы это выбрали. Если мы грешили, значит, мы сами виноваты. Если мы грешили, значит, мы сами будем за это отвечать. И из всего, что с нами случается, будем извлекать уроки. В конце концов, даже радоваться, если мы каемся, Бог нас прощает. Радоваться, что мы преодолели или не преодолели даже те или иные искушения, потому что мы имеем в копилке нашего опыта очень важный момент, очень важный очередной опыт, который мы уже больше не повторим. И вот апостол говорит, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Все же будем стараться не грешить, а искушение преодолевать. И в конце концов, мы научимся многие вещи терпеть. И в конце концов, через терпение к нам придет и смирение. А смирение всегда привлекает Божью благодать. А где Божья благодать, там победа над грехом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...